МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите в выпуске новостей губернии. Отраслевая стратегическая сессия, посвященная сфере ЖКХ, прошла в Нижнем Новгороде. Проблемой невывоза мусора в Первомайском округе занялся министр экологии Нижегородской области. Благодаря фабрике процессов муниципалитеты Нижегородской области добились отличных показателей. Традиционность процессии начинается с подведения итогов за прошедшие пять лет. Так введено 7,5 миллионов квадратных метров жилья. Из ветхого фонда расселены 12 тысяч нижегородцев. Решен вопрос с обманутыми дольщиками. Создана нижегородская агломерация, которая в цифровом формате доступна профильным специалистам на градостроительном портале ГИСОКТ. Там сейчас внесены почти 3 миллиона региональных объектов. Также масштабная программа замены лифтов в многоквартирных домах, причем вместе с ремонтом входных групп и лестничных клеток. Комплексный подход к развитию территорий – одна из тем с процессией. Наше предложение, общее нашего стола – это создать некую рабочую группу, которая может отвечать на проблемные вопросы по конкретным, рассматривать конкретные территории комплексного развития, отвечать на те вопросы, которые возникают при реализации, для более качественной подготовки документов с последующим выходом на архитектурные советы и региональный штаб, и, как следствие, более быстрая реализация данных проектов. Действительно, да, такая задача есть. Только по одному вводо-отведению, при реализации всех КРТ, которые сейчас имеются, мы полностью загружаем Нижегородскую станцию «Арация». В полный объем. Фактически мы должны сейчас уже задуматься, что после 2035 года при полной реализации всех КРТ мы должны строить аналогичный объект. Оценили эксперты и благоустройство. За пять лет преобразились более 500 общественных пространств в крупных городах и исторических поселениях. А еще были благоустроены 2211 дворов. Еще одна вечная тема – тарифы и прозрачные платежи за жилищно-коммунальные услуги. Одно из предложений экспертов – создать единую платформу, на которой будут задействованы и ресурсники, и управляющие компании. Похожая площадка уже создана администрацией города. Опять встает вопрос прозрачности тех начислений и использования финансовых средств ресурсоснабжающими организациями, организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами. И сегодня мы это точно так же увидели в инициативе наших экспертов. Запуск проекта Лобачевский, в котором мы являемся активным, скажем, участником и с точки зрения ответа жителям, и держим обратную связь перед жителями на этой платформе. Среди предложений – создание инфраструктуры, поддержки советов многоквартирных домов и целой школы ЖКХ. Они нужны для повышения грамотности как населения, так и сотрудников жилищно-коммунальной сферы. Формирование некого проектного офиса для сопровождения, в том числе и домоуправляющих компаний, взаимодействию с жителями, экспертному сопровождению, если хотите. Такой инициативы у нас еще не было. Мы подумаем над этим. Посмотрим, конечно, как это реализовать. Отдельная тема – подведение к участкам СЖС дорожной инфраструктуры. Эксперты договорились обсудить это на следующей тростлевой сессии, посвященной как раз строительству и ремонту дорог. Служба информации Никита Григорьев. Работы по рекультивации бывшей городской свалки под Первомайском вышли на финишную прямую. С опережением графика подрядчик уже вывез отсюда более 250 тысяч тонн свалочных масс. На сегодняшний день уже порядка 90% свалочных масс вывезено. На площади чуть меньше одного гектара уже уложен грунт слоем. Ну, то есть с конца сентября мы уже где-то до 27-го вывозим остатки. Параллельно мы завозим грунт и укладываем уже в том числе сначала потенциально полудородный, как это положено по проекту, затем полудородный слой. В итоге здесь совсем скоро свалки, просуществовавшие несколько десятилетий, напоминать ничего не будет. Все благодаря участию региона в федеральном проекте «Чистая страна». Национального проекта «Экология». Сейчас в области активно идут работы по нескольким свалкам. Шуваловская уже ликвидирована. Помимо Первомайской в этом году рекультивируют две свалки в Нижнем Новгороде, а также по одной в Володарске и Богородске. На будущий год Дзеджинск, так называемая свалка Игумного-2. В ближайших планах также заняться другими объектами накопленного экологического ущерба. Мы сейчас готовимся уже к новому федеральному проекту «Генуборка». Мы туда заявили 14 опасных объектов накопленного вреда. И еще подали заявку на включение 39 бывших муниципальных полигонов. В ходе визита в Первомайский округ министр экологии и природных ресурсов региона Денис Егоров особое внимание уделил работе регионального оператора в части вывоза мусора с контейнерных площадок. Здесь работа заметно хромает. Если к приезду министра баки успели вывезти, то вот бункеры для крупногабаритного мусора нет. Практически одинаковая картина сразу на нескольких улицах. На это у регионального оператора есть оправдание. Мы постоянно нарываемся на такие вещи, где лежит строительный мусор в перемешку в ТКО. Повреждаются установки, ломается техника. Надо четко разделять обязанности. Еще раз хочу сказать, что за вывоз строительных отходов, вот этих порубочных остатков, древесины, за это, за все отвечают органы местного самоуправления. Руководство Первомайского округа такую позицию моментально парирует. Глава администрации Елена Лебеднова называет причины некачественной работы. У нас на въезд в город со всех сторон стоят камеры видеонаблюдения, которые фиксируют въезд и выезд каждой единицы техники. Скриншот этих камер мы всегда снимаем практически еженедельно. И мы можем доказать то, что количество техники, работающей на территории, в разы меньше тех объемов, о которых сегодня говорят рекоператоры. Поэтому лукавство потому, что да, мы не вывозим там чего-то, и кто-то не соблюдает. У нас причина одна – вывоз не своевременный, техники нет, работать некому. Плохой именно вывоз мусора подтверждают и жители. Такая картинка часто вообще? Часто, конечно. Я считаю, что нужно как-то с этим бороться. Оставлять все так просто нельзя, уверены в профильном министерстве. На это не раз обращал внимание и губернатор Глеб Никитин. Решение необходимо искать оперативно. Болимся за экологию, а получается наоборот. В ближайшее время в округе пройдет мониторинг работы всех заинтересованных сторон. В течение двух недель сверить нормативное начисление за образование отхода. То есть, сколько начислено отходы образователям, населениям и юридическим лицам за вывоз твердокоммунальных отходов. Сверить фактически выставленную тару и сравнить ее с нормативным значением. Проконтролировать и сверить фактически вывоз отходов. Это совместная работа будет и администрации, и рекоператора. И понять нам все-таки, есть превышение факта нормативным или нет. В свою очередь, в администрации округа намерены досконально фиксировать приезд и отъезд всей мусоровывозящей техники. Мусор на контейнерных площадках для Первомайска на сегодня остается одной из главных проблем. Служба информации Сергей Щеплягин, Алексей Завылов. Улучшить бюджетные расходы и создать единую централизованную систему управления финансами. Достижения, которым могут с гордостью похвалиться муниципалитеты Нижегородской области. Добиться хороших показателей получилось благодаря проектам, разработанным на фабрике процессов. Они открыты в 16 органах местного самоуправления. Оценить эффективность внедрения бережливой технологии собрались участники совещания в Держинске. Присоединились по видеосвязи и поделились результатами своих работ представители фабрик процессов. В Иксар, Замаса, Кстова, Павлова, а также руководство Держинска. Они, например, благодаря проекту «Модельный долг» исключили риск попадания города в группу заемщиков с низким уровнем долговой устойчивости. А вот Кстова продемонстрировала эффективность внедрения цифровой инвентаризации захоронений. Теперь вся информация о подобных местах вносится в единую базу, которая находится в общем доступе. Система, она действительно заработает эффективность, как и разное, десятилетиями, десятилетиями. Тысячи предприятий по всему миру, поэтому не надо убеждать друг друга. И эту систему, конечно, можно использовать. Меня, например, радует то, что фактически все муниципалитеты включились в эту работу. Качество различных проектов, оно разное, результаты тоже разные. Но то, что эта система заработала, вот это вот самое главное. Все стараются, все молодцы. Есть что, наверное, чуть-чуть и настраивать. Много новых вызов, мы живем сейчас уже совершенно в другом измерении в другом мире. С учетом всех событий, которые в стране и в мире происходят, мы требуем дополнительных подходов, все это связано. Вот эти как раз подходы будут совместно организованы. Это фабрикопроцессор, понимаете, здесь важно понимать, что цель, что средство. Цель – это решение конкретной проблемы для населения. Значит, средство – это проект открытый, который вы демонстрируете. А фабрикопроцессор – это всего лишь тренировка перед открытым проектом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова